всем привет друзья в начале двадцать второго года хочу показать вам новый комплект fpv новичка это e-max tinyhawk 3 и так поставляется он в отличном кейсе действительно годная вещь и здесь есть абсолютно все что вам нужно для начала fpv полетов данное видео снято при поддержке магазина hc100.ua итак давайте посмотрим что находится в комплекте начнем с fpv шлема это e-max транспортер 2 и кроме того что он очень легкий компактный он также имеет возможность регулировки фокусного расстояния здесь есть несколько значений и вы можете настроить его под себя картинка в нем действительно классно лучше чем узкая зон cobra l это точно также отличительной особенностью этого шлема является то что он имеет съемный экран монитор имеет диагональ 4 3 дюйма разрешение 800 на 480 точек и на нем действительно получается годная картинка с этой стороны находится слот карты памяти для рекордера есть возможность зайти в настройки но принципе здесь ничего интересного нет яркость контрастность четкость для себя вы можете все это дело отрегулировать кнопка отвечает за автопоиск и я не советую им пользоваться вот с помощью кнопок би и си вы можете настроить каналы частности я себе всегда устанавливаю канал rsb 1 или 3 и с правой стороны находится кнопка записи для рекордера соответственно и есть разъем для наушников и разъем micro usb для зарядки антенны здесь используются с обычным sma разъемом в комплекте конечно же идут антенны но они самые обычные диполе поэтому в будущем я бы советовал их на что-нибудь поменять идем далее нас встречают абсолютно новая аппаратура управления и max e8 радио что могу сказать она действительно удобная двухпозиционный тумблер двухпозиционный тумблер и два трехпозиционных тумблера размер стиков у нее насколько я вижу даже больше чем у каких-то стандартных аппаратур управления типа btfp вот у меня под руками есть бетовская алпа но вроде как все-таки стик и и макса побольше как вы думаете больше и макса чем об этой или нет касаемо этой аппаратуры протокол управления здесь форска ди 8 он не менялся соответственно дрон также имеет ди 8 протокол питается над 18 650 аккумулятора если вам стоковый аккумулятор емкостью примерно в 2000 миллиампер в час покажется слабеньким вы можете позже докупить аккумулятор более качественный данная аппаратура управления нормально работает в симуляторе я это дело проверил но не забывайте что при первом подключении нужно будет установите для нее драйвер стандартного устройства ввода тогда она будет отображаться в разделе с игровыми устройствами по аппаратуре это не все в комплекте с устройством идет вот такой вот переходник и с его помощью вы можете установить экран на пульт управления если вам так будет удобно принципе достаточно годная вещь ведь все мозги аккумулятор приемники рекордер все находится в этом экране поэтому если вы хотите летать по экрану абсолютно никаких проблем в этом нет первый раз кстати вижу такую компоновку а ведь это достаточно удобно сам дрон находился в этом отсеке я уже достал предварительно и остается у нас пакетик с комплектацией и зарядка с аккумулятором касаемо аккумулятора друзья если вы сейчас будете заказывать этот дрон вы получите его с аккумулятором 1с 450 миллиампер в час это high voltage аккумулятор его можно заряжать до 4 35 вольт и на банку конечно же зарядное устройство это позволяет делать зарядка юсби двухпортовая и соответственно есть два тумблера для каждого порта по отдельности вы можете заряжать на ней как 1с таки 2с аккумуляторы так вот 2с дрон поддерживает у меня еще тестовая версия завода он абсолютно нормально летает на 2с я честно говоря не понимаю почему они решили 2с убрать из комплектации просто без проблем друзья я летал на 2с на этом дроне на улице с тягой все настолько хорошо что начинают дрон взлетать буквально на 8 процентах газа просто супер дрон нереально легкий и запас тяги у него просто космический так что не забывайте если вы захотите в будущем полетать на двух банках просто покупайте оригинальные максовские аккумуляторы почему оригинальные да потому что у дрона нестандартный разъем page 2.0 да можно конечно поменять этот page 2.0 на xt30 но тогда будет неудобно летать на однобаночных аккумуляторах поэтому проще докупить двух баночников от компании и макс также в комплектации остался пакет запасными пропеллерами микро юсб кабель для зарядки пульта управления он ведь у нас тоже заряжается через юсби разъем находится снизу и также всякая мелочь для ремонта дрона отвертка запасные софт маунты болтики запасные резинки для крепления аккумулятора теперь друзья переходим к самому дрону как вы видите относительно самого первого и макс а он практически никак не изменился это дрон моего друга ему уже сто пятьсот лет в обед кстати да он по моему даже дохлый у него то ли один то ли два мотора сгорели но в принципе дрон достаточно хорошо устойчивый и на этом дроне друг учился летать рама у него целая рама кстати какого-то уникального цвета очень редкая рама в продаже что изменили они в этом новом и макси во-первых теперь здесь используется камера и в пиве ранкам на на 4 отличная камера и наверное даже лучше своем форм-факторе есть возможность быстрой регулировки угла наклона и также изменения наверное по видеопередатчику прошло теперь здесь максимальная мощность в 200 милливатт не забывайте что для работы с определенными режимами мощности и с определенными каналами типа 3 рс бенда его нужно разблокировать для этого зажимаем единственную на видеопередатчике кнопку и подаем питание на дрон после этого он будет работать абсолютно на любых доступных видеоканалах и на максимальной мощности вплоть до 200 милливатт полетник здесь f4 и регуляторы стандартные на 5 ампер они их по моему не меняли самой первой версии этого дрона диагональ рамы здесь 76 миллиметров и касаемо пропеллеров нужно будет покупать родные потому что здесь стоит уникальное крепление но родные пропы на и максе всегда отличного качества система крепления аккумулятора на резинке на самом деле очень удобно я считаю что это лучше что может быть в таких маленьких и легких дронах кстати о весе его вес вместе с однобаночным аккумулятором всего лишь 43 и 3 грамма вот такая картинка друзья конечно же здесь нет никаких задержек и за такую быструю работу аналоговый fpv от меня получает лайк я уже давно не летаю на аналоге но все-таки когда во время теста во мне приходится на нем летать я дико кайфую потому что реальная картинка меня очень радует своей скоростью работы здесь есть информация по качеству связи с аппаратурой управления она находится в правом верхнем углу и для себя я скорее всего что-то здесь подвигал из настроек как я это всегда делаю завода теперь по пульту ну конечно же здесь самая стандартная компоновка то есть с левой стороны находится арминг тумблер с правой стороны насколько я помню не задействован на левый трехпозиционный тумблер я для себя поставил режим переворота то есть если вы упали пропеллерами к верху армите дрон в этом режиме и просто двигаете правый стик в любую сторону например вот так не получается в другую все дрон перевернулся очень удобно не забывайте отключать этот режим соответственно для того чтобы дрон смог взлететь следующий раз пищалка здесь есть только моторами и давайте попробуем немного полетать в режиме стабилизации главное стараться не вылетать из кадра принципе дрон очень послушный и его поведение даже в таких условиях меня очень радует супер и и и и и streams не 47 г а к и fu и Продолжение следует... 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 По пульту абсолютно никаких претензий нет... Продолжение следует... 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 понравился. Немного завышенная цена, но если вы считаете, что она вас устраивает, ссылка на его покупку находится в описании под роликом. Всем спасибо за внимание, друзья. С вами был Евгений, канал The Best Review с обзором EMAX TinyHawk 3. Это уже проверенный дрон, и на таких дронах летает полмира. Они очень крепкие. Убить такую раму вообще невозможно. Я еще не видел ни одной поломанной рамы от EMAX TinyHawk. Если у вас остались какие-то вопросы по данному FPV-комплекту или по любому другому FPV-оборудованию, пишите эти вопросы в комментарии или в моем Telegram-чате. Там более 4000 человек. Общаемся онлайн на тему любимого FPV-хобби. И также не забывайте про мой дополнительный канал в Telegram, где можно выхватить какую-нибудь скидку. И там, кстати, можно получить купон на покупку этого дрона и немного сэкономить при заказе FPV-оборудования из Китая. Кстати, друзья, если будете заказывать этот комплект на официальном магазине EMAX на Алиэкспресс, вам в подарок добавят вот такой вот ремень на шею, быстросъемный и очень удобный. Я таким ремнем пользуюсь для своей тяжелой радиоаппаратуры управления RadioMaster TX16S. Не забывайте про мой Instagram-аккаунт. Туда все новинки попадают раньше, чем на канал. Всем хорошего настроения. Летайте аккуратно, не падайте. До новых встреч! Вокруг зима, а я летаю на комплекте EMAX Tiny Hawk 3. Обалденный дрон. И вот такое добро идет в комплекте. Отличный пульт, удобный. Шлем с регулировкой фокусного расстояния и кейс для переноски с кучей запасных частей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА